Братья и сестры, у меня тема «Стремление от земного к небесному». Евреям 11 глава, 13 стих. «Все сии умерли в вере, не получив обетования, только издали видели оны и радовались, и говорили о себе, что они странники и пришельцы на земле. Ибо те, которые так говорят, показывают, что они ищут Отечество». И 16 стих. «Но они стремились к лучшему, то есть к небесному, посему и Бог не стыдится их, называя себя их Богом, ибо Он приготовил им город». Дорогая молодежь, стремление от земного к небесному, может быть, кто-то скажет, что это сложно. Так это земное имеет такое притяжение, и поэтому сложно от земного к небесному. Как-то в нашу церковь приехал молодежь из Киева, приехал Василий Никифорович, мы выехали на природу, это было, наверное, лет шесть назад. Ну и он должен говорить слово. Я помню, взял блокнот, взял ручку, я так настроился сейчас. Василий Никифорович скажет серьезное слово такое к молодежи, там или о чистоте, или о святости, или о верности. Ну, он прочитал несколько текстов из Библии и говорил на такую тему, «Молодежь, находитесь там, где вас поселил Бог». Друзья, я так был удивлен этой темой, он просто убеждал, уговаривал, он говорит, открываются такие возможности, где-то поехать, посмотреть красивые места, где-то вообще выехать, что-то заработать, и такие возможности. И он прямо просил, молодежь, «Находитесь там, где вас поселил Бог». Друзья, мне так понравилось это рассуждение, находиться там, где тебя поселил Бог. Стремление от земного к небесному, хотя возможности есть где-то находиться в другом месте. Когда отец был жив, я ехал на одну молодежную, на группу, я подошел к отцу, говорю, я еду на группу «Что сказать молодежи?». Он долго не думая, это было не задолго о событиях, которые в нашей стране произошли, буквально там за несколько недель, и он мне говорит, «Настраивай молодежь на страдания». Ну, я так и сделал, я говорил о том, что молодежь, нужно настраиваться на страдания, «Нужно служить Богу», приводил примеры из Библии. Друзья, ну, порой сложно, вот, стремление от земного к небесному. Мы читаем 8 стих, «Верую Авраам повиновался призванию идти в страну, которую имел получить в наследие. Пошел, не зная, куда идет». И вот такое слово «повиновался». Молодежь, мне знакомо такое слово, когда сложно повиноваться, сложно, и порой так трудно, так не хочется повиноваться. Я имел один бизнес, который я этим бизнесом занимался 8 лет, вот, и мне говорят, тебе нужно от этого избавиться, тебе нужно избавиться. Ну, а заработок был такой не сильно большой, я раз в неделю выезжал, и у меня в кармане было 200 долларов. Я не знаю, там, наверное, сейчас это для молодежи мало, но раз в неделю, в среду, я имел в кармане 200 долларов, плюс-минус там. И так было 8 лет. И вдруг мне говорят, слушай, тебе нужно от этого избавиться. Молодежь, сложно, сложно. Ну, я благодарю Бога, что мне Бог помог от этого избавиться. Я помню, мама заплакала и говорит, я вижу, что тебя Бог от этого освобождает. Ну, потом еще были случаи такие, когда я ехал на тракторе, полный прицеп был, 100 тюков там было, был тракторист, были нанятые люди, наверху там сидели два моих сына, один брат помогал, тоже там был наверху. Я мчался домой, погода на дождь, мне нужно было успеть. Ну, и когда я заезжал в село, я посмотрел в селе какое-то движение, люди, какие-то шланги вытягивают на дорогу, я смотрю, что с людьми происходит. Ну, а когда я ехал, меня по дороге обогнал мопед, да, и они что-то заметили, что-то мне махнули, думаю, что они от меня хотят. Ну, когда я глянулся назад, то полностью весь прицепом был в дыму, все горело, пламя все трещало. То есть, я торопился, то ли искра с трубы, то ли я провода зацепил. Ну, конечно, нужно было что-то делать, что-то предпринимать. Друзья, и сколько таких было ударов, когда Бог освобождал, тебе нужно освободиться, и сложно, сложно молодежи так согласиться и повиноваться. Написано, Авраам верою повиновался. Вот стремление от земного к небесному, и порой от чего-то нужно отказаться, чему-то сказать нет ради небесного. Друзья, еще есть несколько таких библейских примеров. Написано, мы имеем великое облако, свидетели, которые стремились от земного к небесному. Они стремились к лучшему, то есть к небесному. Посему и Бог не стыдится их, называя себя их Богом, ибо Он приготовил им город. Друзья, у них были цели, у них было стремление. Вот Бог говорит, что Он не постыдится, не постыдился их, называя себя их Богом. И они не постыдятся в своей надежде в небесах. И 24 стих написано так. «Верую Моисей, придя в возраст, отказался называться сыном дочери фараоновой». Казалось бы, Моисей, отчего ты отказываешься? Такие привилеги, такие возможности пожить. Написано «Верою». Отказался. Отказался. Потому что у них было стремление к небесному. Поэтому это очень важно. Но еще наша надежда на вечность с Богом, она дает нам силу проходить без ропота все переживания, которые обязательно будут на пути пилигрима в небесный Иерусалим. То есть наша надежда на вечность с Богом, она дает нам силу проходить без ропота. Николай Петрович Храпов, находясь в неволе, находясь в тюрьме, он пишет пение о небо, голубое небо. Евгений Никифорович Пушкова нам оставил такое пение, которое так и называется «небо». Друзья, жили небом, стремились от земного, от земного к небесному. И Священное Писание говорит, они стремились к лучшему, то есть к небесному. Ну и условия для пребывания с Богом в небесах. Матфея 5,8, мы знаем, что там написано, «Блаженный чистый сердце». «Мысль о бесконечной вечности побуждает хранить сердце чистым». Друзья, так приятно. Вот мысль о бесконечной вечности побуждает хранить сердце чистым, хранить нескверненным от мира. Ну и 1 Иоанна 2,1 написано так, «Если кто и согрешит, то мы имеем ходатая Иисуса Христа Праведника». Привилегия. «Если кто и согрешит, мы имеем ходатая, мы имеем заступника, к которому можно обратиться». Как-то один молодой братик зашел в один сарай, там где Божие творения находятся. Ну и вот на него напал петух. И напал по-серьезному. Вот так крылья расставил, и все свои способности. Ну и конечно, молодой брат в силе, вот он тоже что-то ему сделал. Ну и от этого удара, который он нанес петуху, петух почил. Ну вот сразу раз, и все, и все. Ну что делать, что делать? Ну вот мы имеем ходатай. Да пойди, признайся. Ничего страшного, что ты взрослый, вот такой вот поступок сделал. Ну он взял петушка вот так за голову, и между штахет вот так раз, и пошел. Мама заметила, когда прошло несколько дней, говорит, сынок, пойди там вот, что-то произошло в сарае. И вот несколько лет, несколько лет молчал, щит никому ни слова. Та ведь такая привилегия, ты можешь жить свободно. Иди скажи, ну случилось, бульончик будет, все нормально, ну пожурят тебя немножечко. Молчит, молчит и молчит. Ну потом прошло время, приходит, смотрит мама в настроении таком, нормальном. Говорит, мама, знаешь, помнишь такое вот событие? Ну конечно помню, что-то там у них произошло. Да, он говорит, так-то вот, и рассказал эту историю. Мама говорит, да, ничего страшного. Он смотрит, так просто, так просто. Оказывается, можно было жить и не мучиться. Друзья, Священное Писание говорит, мы имеем ходатая Иисуса Христа, праведника, если кто и согрешит. Если кто-то ступится, если кто-то неправильно поступит, мы имеем ходатай. Наше стремление от земного к небесному, наше помышление о Господе, о горнем, есть свидетельство нашего благоговения и преклонения перед подвигом голговским креста. Благодаря его жертве мы имеем свободный вход в Вечное Царство. То есть, стремление от земного к небесному, это наши помышления о Господе, о горнем, есть свидетельство нашего благоговения и преклонения перед подвигом голговским креста. Благодаря его жертве мы имеем свободный вход в Вечное Царство. То есть, это привилегия, это чудеса Господни, которые мы имеем. Друзья, кто живет кто живет только земным, только для себя, тогда есть в Библии такой стих «Мы не во что ставим его, его жертву, его подвиг». Но когда мы живем для Бога, когда мы живем небесным, это так хорошо, это так прекрасно. В 1942 году, во время Великой Отечественной войны, вот, когда враги пришли ночью, был мороз, они зашли в одно село, они начали поджигать дома, людей, которые выбегали, они их расстреливали, и вот так буквально все село, они все поджигали, поджигали. Ну, когда этот ужас начался, то один отец взял свою семью, он вышел в сарай, у него был 90-й псалом, он стал там на колени, вся семья с ним, там были в этом доме люди в возрасте, вот, они все преклонили колени, и они повторяли за отцом 90-й псалом, загорелся их дом, загорелся и этот сарай, было тяжело дышать, но не повторяли 90-й псалом, живые помощи. Конечно, что-то обгорелые доски падали, да, было тяжело дышать, но было возможно находиться. Когда это все прошло, они, вся семья, они оказались спасенные, на улице стоны, крики, враги отступили, они вышли с этого вот сарая, воздали славу Богу, и вот бабушка настолько прониклась тем, что вот 90-й псалом цитировали и живые оставили, и она сшила такую торбочку, поставила туда 90-й псалом и себе на шею повесила, и вот всю оставшуюся жизнь она вот с этим псалом проходила и попросила, когда я умру, хороните прямо с этим псалом меня. Друзья, когда страшно, когда трещит, тогда понимаешь, да, нужно стремиться. Друзья, когда все хорошо, когда есть возможности где-то поехать. Друзья, и вот здесь проявить мужество, верность, стремление от земного к небесному, находиться там, где Бог тебя поселил. Друзья, поэтому пусть нас в этом Господь благословит, стремиться от земного к небесному. И если это есть, это угодно Богу. Если нет стремления, если есть стремление только пожить, только для себя, тогда мы не вот что ставим Его и то, что Он сделал для нас. Да благословит нас в этом Господь. Аминь. Аминь.